Мы телепортировались в какой-то французский городок. Все рассаживаемся на лошадей. Да, и уши заложило, и радует то, что у нас впереди целый день здесь. Короче, страшно, реально страшно. Вопрос на засыпку, что это? Ситуация с погодой стала еще хуже. У Сереги что-то совсем беда с головой. Всем доброе утро из солнечного Вьетнама. Нам сегодня чуть больше повезло с погодой, хотя бы нет дождя. И мы сразу же, как только проснулись, увидели, что погода облачная, так скажем, без дождя. Решили ехать в Бана Хиллз. Бана Хиллз это самая известная достопримечательность в районе Дананга. Ехать, кстати, около 40-50 минут, 28 километров, в зависимости от того, какой вы водитель. Про дорогу сейчас я вам расскажу. Ребята, движение во Вьетнаме просто ужасное. Они не то, чтобы не умеют водить, у них просто совершенно нет правила. Они не используют поворотники, они едут так, как они хотят, постоянно пипикают, ездят на красный. То есть ты вроде бы едешь по своей, они начинают ехать параллельно, выезжают на встречку. Короче, страшно, реально страшно. Бана Хиллз это развлекательный парк, который находится на месте французской деревни, на вершине склонов. Самое крутое, то что канатная дорога, которая здесь расположена, она самая длинная в мире, 5 километров. А также здесь находится мега популярная достопримечательность «Золотые руки» или «Золотой мост», как по-другому называют его. Эта картинка ходит вообще по всему интернету, и это, наверное, стало даже визитной карточкой не то, чтобы до Нанга, а всего Вьетнама. Потому что мы даже когда готовились, это первое, что вообще везде высвечивается, этот красивый «Золотой мост», который держит такие огромные руки. Но сейчас это место супер популярное, Бана Хиллз, из-за этого моста. И даже сейчас, рано утром, начинают просто приезжать в море, море, море народа. Так что давайте не терять время, а пойдемте внутрь покупать билеты. Цена, если покупать утром 750 с человека взрослого, 600, если покупать с часа. Ну, то есть, как бы, если у вас полдня только, то, соответственно, цена дешевле. Плюс еще нам предложили буфет, с буфетом стоит 900 тысяч на человека. Но мы решили его взять, потому что проголодаемся, я уверена, мы здесь на целый день. Будем ждать, пока распогодится, потому что вон там, вон экранчики, и сейчас на вершине идет дождь, и очень холодно. Вот. Так что будем наслаждаться холодом, ветром и дождем. Конечно, здесь мне отбабахали нормальный такой комплекс. Ну, и понятно, ребят, ценник мы отдали за двоих больше 90 баксов. Ну, это, конечно, на целый день, плюс с едой. Если вы хотите сэкономить, то можно покупать через Клук. Это такой сервис в интернете, здесь очень популярен. Через него можно также сим-карты заказывать. Если вы собираетесь лететь в какую-то страну, заказывайте там сим-карту, приезжайте, вам в аэропорту ее выдают. Но так как мы здесь на целый день и хотим застать все-таки нормальную погоду, очень надеемся, что хотя бы на часочек, на два она появится, чтобы можно было снять мост с дрона. Ребята, сейчас мы будем садиться в кабинке самой длинной канатной дороги в мире. Офигенно вообще! Даже солнышко вылезло, чтобы нас порадовать. Очень быстро поднимаются кабинки, я даже не ожидал, что они так быстрые. Вроде тут два кадра снял, уже мы почти наверху. Ты обернись назад, посмотри, как там красиво. Офигеть! Еще и солнце вылезло, да? Все для наших съемочек. Солнышко молодец, сегодня не подвело. Такие холмы красивые, виды открываются и реально очень быстро, лучше закладывать моменты. Но обязательно с собой эти теплые вещи, потому что там, наверху, в 18 градусах сейчас. То есть мы едем, нам сейчас вроде бы жарко, сейчас мы приедем туда и будет холодно. Погода меняется. Погода менялась от солнца. Вот к такому туману и дождю. Здесь уже прохладно, прям так свежий воздух, дышится легко, не то, что внизу. Дышать нечем. Класс! И уши закладывали. Да, и уши заложило. И радует то, что у нас впереди целый день здесь. Здесь много разных станций. Мы повернули сразу в сад цветов. И здесь расположены разные такие произведения искусства, статуи. Очень интересные. То голова, то рука, то еще что. Играет французская музычка так. Атмосферно, конечно. Вопрос на засыпку. Что это? Это глаза или сиси? Как вы думаете, пишите в комментариях. Ну, а вот этот знаменитый мост, который совершенно не видно сейчас вообще. Но мы будем ждать, когда распогодится, будем запускать дрон. Пока что это выглядит вот так вот. Дождь только что прошел, и вот такая вот эта свежесть сохранилась. Дышится просто божественно. Свежесть белья, заслуга моя. Так, наша первая остановка. Это такой средний уровень, где расположен именно золотой мост. И много различных таких небольших достопримечательностей, типа винного погреба, небольших домиков. И очень атмосферные мосты. Почему во французском погребе итальянское вино стоит? А потому что это винный погреб, а не французский погреб с винным вином. У Сереги что-то совсем беда с головой. Серега идет такой, винчика бы, а тут оказывается все в порядке. Здесь есть винный магазин, где можно прибухнуть. Мы решили, что несмотря на то, что утро, но мы же находимся во французской деревне, нужно попробовать взять нам винца. Вот такие вот цены, сангребы. Если взять сладкое, 100, сухое, 120, и также можно взять смузи. Кстати, вино очень вкусное. Может, просто я вино не пила с туалета, но очень вкусное. Как там правильно? Серега, не расплескай! Как-то, когда мы были в Барселоне, я реально почувствовал себя испанцем. А вот здесь я чувствую себя францем. Укусное вино, реально. Не, реально, я вот вино очень редко пью, и мне не нравится, потому что оно какое-то кислит, горчит, короче, непонятное какое-то. А вот это вино сладкое, и оно реально вкусное. Поэтому, Валентина, я, пожалуй, заберу это вино себе. Также здесь можно вот купить, поесть, шашлычки такие готовят. Очень аппетитно, особенно, когда выпьешь немножечко вина. Мне кажется, сразу захочется чего-нибудь поесть. Но у нас включен обед, поэтому мы ждем. Мы с Серегой выпили немножечко вина, играет французская музыка. Так романтично. Вообще! Как во Франции гуляешь. Но это мы еще не добрались до самого французского города. Который находится чуть выше. Сады какие-то. Да, это первая станция, где находится мост. О, мне кажется, что немножечко становится светлее. Ну что, мы заходим на Золотой мост, который свел всех вообще с ума. И на котором сейчас нифига не видно. Просто посмотрите, сколько здесь народа. Не протолкнуться, не сфоткаться вообще нормально. Ну вот, что делает Инстаграм с такими местами. Распиаривает до небес. И народу теперь здесь целая толпа. И это еще с погодой не повезло. Если бы здесь было солнечно, я думаю, народу было бы больше в разы. Мы с Серегой одни и едем выше. Там, походу, дождь, ребята. Потому что кабинки мокрые. Эх, эх, эх. Вот теперь-то тут мы и позабавимся. Одни в кабинке. Напишите в комментариях, что можно делать вдвоем, когда вы одни в кабинке. Ребята, мы помчали. Серега нашел такую штуку, которую мы никогда не видели в своей жизни. Это, в общем, типа как вентилятор. Тепловой вентилятор. Тепловой вентилятор. Видите, вы можете стоять и греться, если вы замерзли. Особенно уши мерзнут, поэтому можно вот так вот стоять и греться. Мы телепортировались в какой-то французский городок. Выглядит деревушка просто вообще великолепно. И вот даже то, что погода такая пасмурная, лежит туман, оно придает какой-то такой вот таинственности. Очень здорово. Так, ну, хоть сейчас еще даже не обед, но мы уже проголодались. И вот ресторанчик, где мы будем сегодня обедать. Он у нас включен. Офигеть, ребята! Куда мы попали? И вот и сам парк, сан гору. И здесь очень много всяких едаль. Бери, что хочешь, вообще суши. Кавказская какая-то вот. У меня шашлыков очень много. Ну и, конечно же, как без солнца, оно пытается пробиться и светить нам, чтобы было еще все круче. Но у него не особо получается. Вот в этом французском городке есть несколько отелей. Вот как раз-таки один из них позади меня. Офигенно! Я думаю, остаться здесь с ночевкой, встретить рассвет. Здорово! А, ну и вот, например, цена стартует от 435 тысяч за три часа. В смысле? Вам обязательно нужно сюда приехать. Если вы будете в Дананге, это, наверное, даже то, ради чего вообще стоит ехать в Дананг. Место реально очень атмосферное. Ты как будто бы окунаешься вообще в другую культуру. Как будто ты находишься не в Вьетнаме, а реально во Франции. Ну, в принципе, и понятно, этот полностью французский город. Если вы не вьетнамский персонал в своих вот этих вот шапочках, то можно подумать, что вы точно находитесь во Франции. Еще и очень многие ребята, которые работают аниматорами, они белые, ну, то есть они как бы русские, скорее всего, по лицам видно же. Вот. Ну, возможно, некоторые из них и европейцы. Короче, очень круто. Вот прям очень рекомендую. Я давно не была так впечатлена. Здесь хочется сфотографировать каждый уголок вообще, потому что здесь безумно красиво и очень атмосферное. И вот эта вот вся дымка и облака, они реально придают какой-то своей изюминке такой. Да, ребят, конечно, здесь фоткаться для свадьбы просто топ. Вообще, очень красивая локация. Это вот церковь. Вау. Да, мы поднялись в наш ресторанчик. Здесь очень даже неплохо. У нас есть час на ланч. Этого более чем, я думаю, для того, чтобы насыщиться едой. Ой, здесь только нет. Очень много всяких сладостей. Каких-то вьетнамских... Вьетнамская кухня есть. О, есть барбекю, курица, рыба, креветки. Есть даже роллы. Даже стейки есть. Можно подходить, правда, в очередь. Сами понимаете. Но еды просто море. Получается, сверхбилетом мы доплатили всего лишь 150 тысяч. Но, ребята, это 100% надо сделать, потому что вы тут можете съесть все, что угодно. Валентина, ну что вы скажете про наш обед? Очень важно сохраняйте билетики, потому что за билетики выдают, можно взять белое или красное вино, алкоголь какой-нибудь. Вот. Мы как начали с вина, так и продолжаем. Поэтому мы будем кушать, кайфовать. И еще раз напомню, обязательно берите билет с едой. Ну, здесь очень вкусный шведский стол. Особенно это вот говядина. И это мясо, и перчик на гриле. Серега ест уже вторую тарелку. Ребят, у нас есть час, чтобы пообедать. Так вот, я час в себя буду впихивать эти вкусности. После обеда ситуация с погодой стала еще хуже. И теперь здесь вообще ничего не видно. Поэтому мы пойдем на аттракционы, я думаю. И скоротаем время. После еды нам нужен отдых. Потому что идти сразу на аттракционы небезопасно. Можно... О-о-о-о! Бармаз! В общем, мы отдыхаем в массажном кресле. Офигенно! Серега, красавчик! Взял себе кресло на 12 минут, а мне на 6. Ты чего взял себе больше, чем мне? Я больше устал. Я больше съел. Мне надо больше отдыхать. Этот парк все-таки больше для детей, чем для взрослых. Ну, так на разочек пройтись, конечно, можно. Но если у вас дети, то здесь будет вообще очень интересно. В принципе, во всем. В этом парке Sun World, ну и конкретно вот в парке динозавров тоже. Для взрослых есть также скалодром. Вот сейчас вот парень с девчонкой ползут. Я вспоминаю, как мы это делали с Максом и с Темой на Пукете. И больше не хочу. Стоим в очередь в 4D кинотеатр. Здесь есть еще 5D, 3D. Прямо перед нами закончили запускать. И вот 4 корейца еще. Ждем следующую очередь. Ну, такое, такое. Для детей, может быть, это и круто, но для взрослого слабовато, конечно. Ну, чуть-чуть трясет, там что-то ветер дует, водичка пстрикает, но... Ничего серьезного. Попробуем сейчас 5D. Все рассаживаемся на лошадей. Валюше вот достался арабский скакун. Доставай ствол. Вот, у тебя есть револьвер. И будем отстреливать разбойников. Ковбои победили, мы выиграли. Мой показатель 7900, у Валюхи 1400, у соседей 1500. Короче, я самый крутой. Мне кажется, у меня рекорд просто, потому что азиаты выходили, видели мое число и такие... Серьезно. Погуляли мы по замечательному парку аттракционов. Все это хорошо. Лучше, конечно, сюда с детьми приезжать. Ну, если у вас детей нету, как у нас пока что, вот, можно и для себя найти нормальное развлечение. Погода у нас не поменялась, не улучшилась. Как стоял туман, так и стоит. Поэтому мы решили спуститься на один уровень ниже, где этот золотой мост. Посмотреть, может, получится там еще что-то снять. Может, там облаков поменьше. Мы на обратном пути решили зайти тоже на мост. Народа, конечно, сейчас меньше, но вообще ничего не видно. Стало еще хуже. Поэтому никакого смысла вообще фоткаться и снимать сейчас нет. Мой совет. С утра смотрим погоду. Если погода ясная, тогда едем. Если нет, не тратьте время и деньги. Вы все равно ничего не увидите. Но если вы сюда поедете, неважно в какой сезон, лучше приезжайте именно с утра. И будьте целый день, потому что с утра народа мало. И вечером после заката все подсвечивается. И очень красиво, и народа нет. Так что лайфхак. Ну и, конечно, под вечер народа скапливается на выезд много. Но здесь все быстро проходит. Потому что кабинок много. Они все быстро нагружаются и отправляются вниз. Очень много голых, ну то есть раздетых людей, которые, видимо, не знали о том, что холодно. И их реально жалко. Особенно китайцы. Они просто все в майках, в шортах. Я не понимаю, почему им об этом не говорят, что нужно одеваться. Их, конечно, жалко, но курточку им свою не отдам. Самый главный совет для вас – это теплая одежда. Обязательно. Ведь с нее вам будет очень некомфортно здесь. Даже когда сезон не такой, как сейчас, не дождливый, здесь все равно холодно. То есть здесь 20 градусов, а вечером вообще будет даже там 17-16. Так что берите теплую одежду. На этом все, друзья. День закончен в нашем солнечном Вьетнаме. Поэтому ваша задача сейчас подписаться на канал, поставить гребаные колокольчики, естественно, прожмякать лайк и написать комментарий, как вам этот парк и как вам наш день сегодняшний. Да? Все? Все. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!